Глава администрации муниципального образования Муринское сельское поселение Валерий Горкавый, бывший военный, бороться с уже знаменитой, но непобежденной стихийной свалкой на оборонной улице, решил своими силами. Распорядился выкопать ров, чтобы по ночам сюда не въезжали самосвалы с мусором, но ров тут же засыпали. Сделал насыпное заграждение, его через день убрали неизвестные. Администрация даже заключила контракт с частным охранным агентством, но ситуация мало изменилась. Приезжают люди, пугают наших охранников, пугают физически, что расправа физическая. После этого мы привлекаем полицию, и так это происходит с периодичностью на протяжении последних двух недель. Двое охранников смогли блокировать въезд для самосвалов, но для противостояния десятку крепких мужчин с подоспевшей группой поддержки нелегалов силы были неравны. И грузовики продолжали по ночам завозить мусор на свалку, а в один из дней она загорелась. Потушить смогли только с помощью трех пожарных расчетов. Вон пожарники бегают, видишь? Да, убежали. Хорошо. Говорит мусорка. На месте несанкционированной свалки когда-то стояла военная часть. Эти земли хоть и находятся на территории муниципального образования, по-прежнему принадлежат Министерству обороны. И по мнению Валерия Горкавова, решать проблему свалки должны военные. Сейчас Конституционный суд разъяснил о том, что собственники тех земельных участков, на которых такие свалки образуются, они должны нести ответственность за них. Поэтому я считаю, что если это территория Министерства обороны, то по решению Конституционного суда должны они убирать. Убирать должны военные, но предотвратить дальнейший сброс обязаны местные власти, считает в Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуре. Месяц назад здесь же были задержаны водители трех грузовиков, которые незаконно сбросили десятки кубометров строительного мусора. Нарушители оштрафовали, но поток машин не прекратился. И это все потому, считает в прокуратуре, что местные власти не позаботились установить на въезде, который находится на территории муниципалитета, забор похрепче. В частности, не приняла мер по установке ограждения шлагбаума, которые препятствовали бы сюда въезду. Как результат, сегодня ночью в Мурино были задержаны очередные нарушители природоохранного законодательства. Самосвал выгрузил около 30 тонн грунта рядом с проезжей частью. Водитель уверял сотрудников прокуратуры, что таким образом он борется с несанкционированной свалкой. И перегорождают въезд, чтобы сюда больше не сыпали. А зачем въезд-то перегорождают обычно? В грунтом перегорождаем. Каким? Просто не было чем. Отходами какого класса опасности? В пятом классе. Вы уверены, что в пятом классе? Вы можете объяснить, кто здесь был, какие машины эвакуировали, куда эвакуировали? И кто дал команду размещать здесь отходы? Машины принадлежат одной из петербургских строительных компаний. Ей и придется заплатить штраф не меньше 200 тысяч рублей. А к охранным мерам этого полигона со стороны Муринской администрации у природоохранной прокуратуры есть свои вопросы. Чем занимается эта охранная организация, остается только установить в ходе дальнейшей проверки. По данному факту, нами материалы будут направлены во Всевожскую городскую прокуратуру для проведения проверки по законности действий главы администрации. На предмет принятия решения по обоснованности и расходованию им бюджетных денежных средств на заключение, в частности, данного договора. Чьи меры борьбы с незаконной свалкой в Мурино окажутся эффективнее, покажет время. Один из вариантов решения проблемы – застройка территории. Но для этого земля должна сменить статус с военного на гражданский. Дмитрий Зименкин, Дмитрий Севастьянов, Александр Багринцев, Вести, Петербург.